Привет, меня зовут Кирилл Пасов, я президент компании «Финансы». Оборот в моей компании более 1 миллиона евро. Я в последнее время посетил 27 стран и более стандартных городов. И сейчас я научу молодых людей, как инстанционно дорабатывать в Киргурге более 50-50 тысяч людей из любой точки мира. И это даст возможность буквально в ближайшие несколько месяцев, 2-3 месяца начать путешествовать и уехать в какую-то страну жить, например, какой-то товар. А эти подкасты о том, как же построить нетворкинг, быстро нетворкинг, то есть найти друзей, найти знакомых на острове Самуи, и чтобы можно было легко взаимодействовать. Почему это надо? Ну, например, ты хочешь найти, где же купить иголку. Ты можешь целый день исследовать этот вопрос, попытаться у тайцев это как-то понять, они сами могут не знать, и там очень тяжело будет их перевести, хотя Google Translate и такие вещи, но он не всегда правильно переводится, и можно очень долго искать. Иногда, иногда проще позвонить другу и спросить, окей, Сергей, а где находится, как я могу иголку, где можно купить иголку, или еще какую-нибудь вещь, которая очень редко нужна. Ну, очень редко, она вам может понадобиться, но, тем не менее, проще позвонить и спросить, потому что до тебя это кто-то в Экскалуну. Вот в чем польза нетворкинга, вот в чем польза иметь друзей на острове, русских друзей, с ними взаимодействовать, они будут помогать по разным вопросам. Их много на острове, и очень важно также понимать, что те, кто уехал, кто-то эмигрирует, это состоявшиеся люди, и общаться с ними одно удовольствие, и они могут много интересных идей, как всегда. Так вот, как лучше всего построить мебель? Ну, опять же, очень хорошо знать кого-то уже заранее, чтобы был какой-то друг, который живет на острове, например, я. И мне можно позвонить и сказать, кирилл, ура, я приезжаю, и организовать какую-нибудь вечеринку. Ну, потратим буквально эту вечеринку, может быть, тысячу-две. Вечеринку можно организовать либо у себя, у себя, на вилле, да, либо еще у кого-то в друзей, да, в котельке. И тем самым пригласить друзей, попросить друзей, пригласить своих друзей. И тем самым очень много разных людей могут приехать на вечеринку, на твою, и быстро, ты очень быстро со всеми познакомишься, и будет прикольно. Я вот точно так же, когда в последний раз приехал, приехал на остров, мы сразу организовали большую вечеринку, много друзей, много классных знакомств. И это помогало мне решать какие-то вопросы в будущем. Поэтому, когда ты переедешь жить на остров, очень важно познакомиться с местными, эмигрирующими русскоязычными людьми, стать для них друзьями, им помогать, а он будет полезно, им помогать, им просить помощь. И тем самым можно будет выхода деваться и решать подставленные цели. Например, квартиры дешевле находить, велосипеды дешевле находить, какие-то такие вещи, интересные места могут быть подсказывать. С болезнями, с прививками, еще с какими-то вещами, с вещами. Здесь ты живет долго, они много-много интересных секретов, да. Также они знают тайцев, есть вдруг какая-то авария, что-то типа взаимодействие, кто-то понимает. Они тут помогут решить, и это важно. Здесь хорошие нетворки можно построить с людьми, которые знают полицейских. Если вдруг кто-то серьезное, ну, опять-таки, что-то, можно сказать, с аварией, еще с чем-то, то можно будет попросить о помощи, и все, что самостоятельно невозможно, будет решить, можно почувствовать. Поэтому очень важно построить на этом, один из самых простых способов, который сказал. Также есть группа ВКонтакте на саму, и там можно с людьми познакомиться. Может быть, вписаться в какую-нибудь вечеринку, в бежутку, в такую, как было в свое время на Хаткрант. Люди объединялись, там снимали по три джипа, и вместе отмечали Новый год. На этой бежутке тоже просто подписываться. Я со своими ребятами это делал, и в какую-то группу это реализовывали. Поэтому ты можешь использовать разные способы, которые тебе нравятся, и, ну, а самое важное, подключаться и взаимодействовать с местными русскими. Почему русскими? Или русскоязычные диаспоры. Почему? Потому что действительно они могут помочь тебе, когда у тебя тут какая-то серьезная задача. Все, с вами был Кирилл Юбасов. Это подкаст о том, как переехать из Таиланд. Ниже под этим видео подписывайтесь на рассылку. Я пришел книгу о том, как путешествовать самостоятельно. Ну, и также пришли в ближайшее время информацию, когда пройдет мой тренинг, о том, как получить работу, санкционную работу в Петербурге, зарабатывать больше тысяч рублей. И в самое ближайшее время либо уехать из Таиланд, либо уехать в Таиланд, либо куда удобно. В общем, масса различных доступных вариантов появляется, когда есть санкционная работа. Все, счастливо! Будем рыбаться! С вами!